В последнее время участилось количество аварий, связанных с мотоблоками. Сегодня в эфире программы по существу мы решили затронуть эту тему. И у нас в гостях Владимир Романов, начальник управления ЕБДД МВД Чувашской республики. Ну что, Владимир Геннадьевич, здравствуйте. Первый вопрос, конечно же, связан с мотоблоками. Каким видом транспортных средств они относятся, где могут ездить, на каких основаниях и вообще какие штрафы грозят нарушителям? Добрый день, здравствуйте. Действительно, в нашей республике сегодня статистика показывает плачевные результаты с участием этих транспортных средств. Транспортные средства можно назвать действительно, потому что сегодня все участники дорожного движения, которые сегодня управляют даже мотоблоком. Мотоблоком призназначен для проведения сельскохозяйственных работ в огородах, в своих полях. Но все-таки наши граждане и наши республики учились как транспортные средства. То есть прицепляет им, дополняет прицепы и начинает выезжать на республиканские дороги. Ездит на базары, в гости, тем более уже приспосабливает самодельные такие прицепы, такие довородные, сажает туда как пассажиров и выезжает в поля себе по нашим республиканским дорогам. Но еще малое важное значение имеется, когда дети еще сидят и управляют данным транспортными средствами. Согласно главы кодекса правонарушения, мы привлекаем их сегодня к их ответственности. Понятно, что это очень малозначительно, но самое главное это ответственность, когда они управляют нетренным состоянием. Это тоже является... Также они относятся к категориям, как водитель в жилой повозке, то есть отвечает всем согласно правонарушения. Им запрещено выезжать на республиканские дороги. Но вы видите, республика у нас, она плотная, густо заселенная. Каждый населенный пункт связан с дороги твердым покрытием, то есть с асфальтом. И мы видим сегодня, я сам деревенский вижу сегодня, наше население использовать данные транспортные средства как вид транспортного средства. А если статистику посмотреть, сегодня же, на сегодняшний день совершено 9 доронтрассных происшествий. При участии по вине этих водителей мотоблоков погибли 2 уже жители нашей республики и 9 получили тяжелые пройдения. Это все происходило в темное время суток. Здесь, я так понимаю, этих мотоблоков нет, ведь ни фар, вообще ничего нет. Да, в основном мы все видим и попадаем в поле зрения, что они управляют сегодня в темное время суток, без освещения. Но кто-то умудряется, там сами себе устанавливают дополнительные фары или катафоты, как освещение, чтобы обозначить. Но в основном наши жители об этом не думают. И это одно из вид нарушений. Сегодня мы работаем данным направлением, не только мы, есть распоряжение руководства Министерства внутренних дел, в этом направлении работают и участкового инспектора. Но мы все-таки хотим вынести, да, на рассмотрение вопроса, на комиссию безопасности дорожного движения нашей республики, принять совместное решение с главным муниципальным образованием, что довести до населения, что вид аварийности уже с участием мотоблока пошел и зашло далеко очень. Давайте перейдем к летним видам спорта. Какая в настоящее время статистика по скутерам, мопедам, мотоциклам? Могу сказать, что статистику нам в ДТП попортили и участники, которые сегодня двигаются, как мы говорим, вело-мото, то есть транспортные средства, которые имеют мотики, как мы говорим, в народности, статистика показывает каждого года ухудшение. Потому что родители сегодня покупают, не задумываясь, что все-таки это и ответственность для детей, лучше получить бы в адийском сфере. Сегодня правительство Российской Федерации уже выпустило программу обучения, если сегодня она не работала. Что, 16 лет сегодня можно только управлять данным мотиками, мы говорим, имеющей данной категории. Но если мы, как взрослые, имеем все любые категории сегодня транспортных средств, мы его управлять можем данным мотиком или мопедом при наличии любой категории прав. Но ответственность сегодня несет за все. Если управляем в нетрезвом состоянии, то же самое привлекается к ответственности на общих основаниях, как и водитель гужевой повозки, так и водитель мопеда. Но здесь лишение прав предусмотрено данное направление. Могу сказать, что статистика покажет, что рост ДТП с участием мототранспорта по погибшим очень резко рост произошел. Если в прошлом году погибло только три водителя, участия мототранспорта, то сегодня уже 11. В основном тоже идут не только по их вине, но и по вине водителей больших автомашин. Потому что они не видят же этой мототранспорта. Они находятся в зоне видимости мертвой зоны. И даже если горы Чебоксары посмотреть, они же везде залазят своим, можно везде проехать. И управляют без шлема, по двое сидят, где запрещено. И получились вот такие тяжкие сегодня повреждения. Получили и скончались от даронтранспорта происшествия. Вообще, я так понимаю, в основном в такие аварии попадает молодежь. Как считается, в чем причина и какие правила в основном нарушают они? Мы сегодня видим, и не зря на этой статистике сделано умными людьми, в основном такое рабочее молодое поколение погибает во всех даронтранспорта происшествиях. Мы берем не только пешеходов, но и которые сегодня ездят как пассажиры. В этом случае, наверное, безответственность наша, мы думаем, со мной эта беда не случится. Надо доехать нам по данному направлению своими мыслями. А правила даронтранспорта обычные, которые приняты всемирно, наверное, и все законно не соблюдается. Давайте сейчас поговорим о велодорожках. В прошлом году произошло много аварий, связанных с велосипедистами. Улучшилась ли ситуация с появлением велодорожек? Да, статистика тоже показывает в нашей республике наездных велосипедов тоже больше. Попротив нашу статистика, если взять и погибшими. Четыре случая с участием велосипедов сегодня погибшими. Но в основном это, конечно, мы говорим не только большие города. Проблема обозначает республиканские дороги. То есть велосипедисты ездят по всем нашим тертым покрытиям на асфальтной дорожке. Но город Чебоксары сегодня, мы вместе с вами посмотрели, более создают такие благоприятные условия. Это дань моды, наверное, по всей миру, и как мы с Европой берем, что сегодня велосипед развивается как тоже транспортное средство, я так думаю. И над этим надо работать сегодня. Пресечение, наверное, велосипедных дорожек, при строительстве и реконструкции дорог нам нужно закладывать в будущее. То, что, конечно, сегодня широкую проезжую часть разделили эти пешеходные дорожки велосипедами, это очень хорошо. А в будущем нам посмотреть надо научиться, чтобы были безопасные движения для пешеходов и велосипедистов, и для транспортных средств с учетами всеми технических средств и регулировать транспортных средств. Это будет более такой правильный. Но надо работать, конечно, пропагандистски. Это среди детей. Дети сегодня, значит, летом они беспризорны, они имеют все эти велосипеды, и они хулиганят и попадают в больше таких дворовых территориях под колеса транспортных средств. Уже, как говорится, у нас 1 сентября, день знаний. Огромное количество детей пойдет в школу. Какие меры предосторожности вы планируете провести? Госавтоинспекция и Министерство образования подписывают совместный приказ. Всегда мы проводим, как мы говорим, внимание дети. Она будет проходить этап, это проведет на 25 августа по 10 сентября. Да, действительно, в этот момент самые аварийно опасные получается, потому что дети уже, возвращаясь в каникул, приступает, как мы говорим, праздник для нас, для всех 1 сентября. Мы сами родители. Здесь бы хотелось мне отметить, что понятно, первоклассники пойдут все у нас, с папой, с мамой. Обязательно показать этот путь передвижения детей самый безопасный, потому что дети будут потом возвращаться по этому безопасным пути, а не тем дорогам, где можно всем прямой. И сегодня немажный факт, мы работаем совместно в указании Главного управления ГАИ России и администрации городов наших республик. Мы хотим обезопасить передвижение детей на пешеходных переходах. Все пешеходные переходы вблизи общеобразовательной школы должны быть устроены. Первое – это разметка, должна быть желто-белая на всех, где дети сегодня возле школы передвигаются. Должны быть ограждения, чтобы направлять детей поток движений только на эти безопасные пешеходные переходы. И обязательно должны, конечно, все светофорные регулирования. Но и не самое важное – это каждая школа должна иметь паспорт безопасности движения. То есть, она должна быть схематично прямо показана большим, значит, как бы сказать, плакатом в школах. Но нам бы хотелось бы, мы сегодня используем наши резервы студентов, наш МАДЗИ. Получается, они каждую школу города Чебоксары сегодня обследовали. У них есть проект уже. Мы хотим воплотить министерством сегодня образования и Гараногора Чебоксары, чтобы доступность вот этих паспортов безопасности была даже первокласса. Чтобы они имели брошюрку и видели родителей. И все, данный перекресток сегодня безопасен. Где опасные перекрестки будут стоять сегодня сотрудники госавтоинспекции в все эти дни проведения декаников, чтобы дети привыкли и водители знали, что нельзя нарушать на этих перекрестках, что это очень опасно. Потому что здесь дети ходят и приходят со школы. Ну что ж, спасибо большое, Владимир Геннадьевич, что пришли к нам сегодня в студию. А я напоминаю, сегодня мы общались с начальником управления ЕБДД МВД Чуваши Владимиром Романовым. До свидания. До свидания. Когда будет входить еще? В пятницу. В пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова